Ольга Морозенко, шеф-повар. Оля, почему ты выбрала профессию шефа? Ты такая красивая женщина, а профессия такая тяжелая. 20 часов на ногах, руководить стафом, раздавать команды, быть жестким менеджером, управленцем. Зачем тебе это? Не знаю, это нигде нет ответа на этот вопрос, потому что это как-то идет от сердца. Ну, мне просто пока... Еще я не работаю ни дня, мне кажется. Я отдаюсь вся кухне и получаю огромное удовольствие. Когда ты поняла, что ты хочешь стать поваром, а потом уже и шеф-поваром, и наверняка бренд-шефом, расскажи и перспективы твои. Как ты себя видишь через 5 лет? Я мечтаю о своем баре, и я думаю, что он будет в ближайшее время. Мне бы еще очень хотелось бы поработать в ресторанах с нордической кухней. И в винограднике это моя конечная цель с маленьким отелем и очень большим рестораном, где я буду кормить людей, и они будут доехать специально. А поваром... Поваром... Ну, так вышло. Я всегда очень много готовила, всем нравилось. Наверное, я какое-то время, когда закончилась модельной карьерой, засела дома, ушла на пенсию, когда я делала ремонт. Вот, и я стала еще больше времени уделять этому. Попчела покупать книжки на английском языке, читать, пробовать. Пошла в школу Рагу. Все мне говорили, что это не твое, это не для девочек. Ну, и, конечно же, это раззадоривает, подстегивает. И я после того, как закончила школу, работала бесплатно какое-то количество времени на кухне, чтобы доказать шефу, что меня можно поставить линейным бомбомбом. И? Ну, потом я стала с шефом, доросла. А потом уже, вот сейчас я шеф-повар, и я к этому кайфую. Вот, бренд-шеф мне не хочу быть. Я не хочу распределяться на много проектов. Мне нужна локальное место, локальная зона, потому что ребята один день там, один день там, один день там. Ну, блин, ну, может быть, у меня пока я, может, не доросла. Так, по-моему, и работать. Мегустра проходит три дня. Удалось ли тебе за эти три дня что-то посмотреть, кроме шеф-челлендж, в котором ты сегодня участвовала, вместе с Джулией Комп, об этом мы поговорим чуть позже, удалось ли тебе что-то посмотреть, где-то напитаться знаниями, где-то прокачать свои софт-ткилы? У нас было столько заданий и дел, мы готовились к показу, мы искали какие-то недостающие продукты, отвозили туда. Я у ребят в центре делала проработки, заготовки, потом их нужно было все везти сюда, и поэтому времени у меня вот прям было во всем обрезом, все равно я ходила на лекции, слушала ребят, ну, была я здесь, конечно, все время на шеф-челленджи, но очень интересно было. Очень классная коллаборация, и круто сделано общение российских и иностранных шефов. Это все легко, и показывает, какие они простые люди, и что можно попасть каждому на стажировку. Главное, не лениться, а идти к тому, что хочешь. Очень правильно ты подметила на стажировку. Всего этого очень хотят те люди, которые пришли за этими знаниями. Ты хочешь на стажировку? Удалось тебе в этом комьюнити вашем, а у вас уже практически братство, договориться о той стажировке и к тому шефу, куда ты хочешь поехать? Я стажировалась в прошлом году в Исландии. А вот среди приглашенных 11 друзей Мегустру? Честно, я, наверное, сяду, когда сапсан выдохну, поеду домой, в Москву, я открою книжку, еще раз изучу всех шефов и пойму. О, спасибо! Это живая кухня. А говорят, две женщины на кухне ужиться не могут. Это неправда. Шефы — это призвание. Конечно же, они с удовольствием вступают в отношения, в коллаборацию и помогают друг другу. Собственно, вот только что Джулия сделала такой комплимент нашей Ольге. Я получила ей двор. Это самое главное. Продолжи, пожалуйста, фразу. Мегустра — это... Мегустра — это возможность. Возможности узнать, мне кажется, самого себя узнать. Смелость, возможность общаться с теми звездами, и шефами крутыми, которые всего добились сами и которые уже когда-то прокачались и были на твоем месте. И мы все можем, главное — хотеть. Это мой господин. Спасибо. Ну что, друзья, а мы отправляемся дальше.